Всем привет, мои хорошие! И с вами снова я, Светлана Ата. Как я вам и обещала, я поделюсь с вами секретами, как покрасить волосы в домашних условиях. И этот секрет мне рассказала мой стилист батон. Я, знаете, что всегда раньше ходила по салонам, а так получилось, что здесь я не нашла своего мастера, неудачно несколько раз покрасила мои волосы и заплатила немалые деньги и испортились. В общем, она мне сказала, делай так. Я с вами хочу поделиться секретом, потому что я тоже до этого не знала, как красить волосы самой. Ну, так вот, приступим. Ну, для начала я буду смотреть в зеркало. Зеркало мое упало, разбилось. Вот прямо сейчас, вот буквально минуту назад, но есть другая сторона и буду пользоваться ей. Ну, то, что все, что идет, идет к лучшему. Значит, какой-то глаз. Ну, для начала мы, значит, я, кстати, нанесла масочку из авокадо. Такой прекрасный эффект. Вот здесь у меня еще чуть-чуть авокадо. Конечно, нужно промывать теплой водой, но вот кожа так прям стянула. Все, знаете, стягивает. Такое, мне кажется, как бархатное стало. Но это надо делать 2-3 раза в неделю. От одного раза не будет улучшений. Так вот, мы начинаем. Я не буду очень длинным видео делать. Скажу все коротко. Буду останавливаться. Наверное, много болтать тоже не буду. Буду только по делу. Обещаю. Ну, для начала нужно расчесать волосы и нужно, значит, их собрать в пучок. В пучок нужно собрать волосы, используя при этом старую такую резиночку. Друзья мои, я хочу вам еще сказать, что месяц назад я сняла это видео, но я была в очень открытой майке. Не подумав даже, что моему мужу может не понравиться, и он мне заставил. Ну, попросил культурно, убери это видео, пожалуйста. Я же тебе все разрешаю. Ну, не нужно, говорит. Мои родственники посмотрят, мои друзья. Очень открытая была майка на бретельках. Ему это не понравилось. И я... Такое было видео шикарное. Я его даже успела ночью поставить. Но утром, когда он встал, он попросил меня. И мне пришлось его удалить. Ну, что не сделаешь ради мужа. Я это выиграла на этом. Потому что, знаете, что если бы я пошла, вот, нет, я хочу, мой YouTube, то я бы сделала себя хуже. Мы с ним на такие темы много не разговариваем. Просто он сказал, пожалуйста, убери. Я сказала, там, хорошо, и все. Потом подумала, не стоит ради YouTube портить отношения с семейной жизнью. В счастливом браке не стоит ставить палки в колеса. Ну, так вот, переходим, мои хорошие. В общем, мы собрали волосы, и мы начинаем вокруг делать такой, как красить ободок. Краска, значит, у меня. Краска у меня вот палет. Палет. Ну, я пользуюсь ей. Не знаю, посмотрим, может, что-нибудь в следующий раз поменяю. Но вы сами видели с WhatsApp. Я две упаковки получила их. Не знаю, как так получилось. Вообще в шоке. Вроде одну выбирала. Может, это подарок. Я так и не разобралась, потому что мне некогда было найти и разбираться. В общем, в общем, девочки мои, мальчики, ну, если хотите, мальчики. Тоже некоторые мальчики красятся. Так вот, мои хорошие. В общем, я нанесла спереди, за ушками. Вот, что мне нравится, то, что я пользуюсь зеркалом. Вот. Мой секрет. Мои глаза у меня и сзади. Вот так обильно мы наносим. С помощью зеркала. Так, мы нанесли краску вокруг волосяного покрова по акканту. Теперь, что мы делаем дальше? Мы разделяем волосы на пробор. В общем, смотрите. Уже процесс пошел. Да, можно, нужно пользоваться в перчатках, но у меня, поэтому мне нет маникюра. Я сейчас приведу себя в порядок. Стану такая красивая и все это сделаю. Так, в общем, вы видите, ну, как я вам... И, значит, я вот вижу здесь, да, вот здесь начинаю вот так вот красить. Видите? И зеркалом я помогаю. Вы видите? Вы можете приспособиться, как вам удобно. Опять я разделяю пробор. Чувствовать надо, чувствовать. Разделяю пробор, расчесываю. Эти волосы закручиваю сюда. Видите как? И теперь уже поворачиваюсь и крашу. То есть, пользуйтесь зеркалом. Так вот, мои хорошие, я закончу и перейдем к передней части. Посмотрите, сзади я окрасила. Видите, как я пользуюсь зеркалом? Вот с помощью зеркала это лучше всего. Посмотрите, я контролирую заднюю мою часть. Так, волосы нужно расчесать расческой заднюю часть. Видите, я так наматываю. Потом сделаем контроль в конце. Так, теперь, значит, переднюю часть делим на две части, на пробор и начинаем обильно наносить. И разделять вот так на проборы. И так, мои хорошие, до конца. Закончу, включусь. Так, мои хорошие, эту часть я закончила. Расчесываю. И, значит, разделяю на пробор так же и перехожу на эту сторону. Ну, как накрашу, включусь. Так, и эта сторона тоже готова. Вот так я расчесываю. Все нужно расчесать. Вы знаете, что? Хочу сделать контроль. Как у меня сзади, потому что краска чуть-чуть рассталась. Так я расчешу волосики мои. Так, опять же, использую зеркало. Можно так, а можно лучше всего. Девочки, я раньше, когда красилась, вообще не знала, с чего начинать. Начала всегда с передней части головы. Неправильно. Нужно начинать затылка, потому что здесь медленнее идет процесс окрашивания. еще добавим контроль. Так, сейчас я все волосики расчешу. Расчешу их, закручу и продолжу. Забыла добавить, что волосы расчесала и оставшуюся краску, так как время уже прошло минут 15, пока я красила, то нужно оставшуюся краску распределить по всей длине волос. Не пропадать же добру. И волосы приобретут красивый оттенок. А потом я хочу купить в Турции осветлитель волос и сделать два этапа. Но это чуть-чуть попозже, потому что я не хочу делать такую нагрузку на моим волосам. Тем более, столько средств приобрела от компании Ватса. Ну, это компания Ватса, ну, это другие, конечно, там брендовые компании продают. Вот и Ватсон что делает? Он обеспечивает доставку, доставку своей продукции разных компаний на дом. Ну, естественно, с помощью карго. В общем, так же и графис. Надо в графис тоже попробовать. Ой, руки у меня, конечно, покрасились, но я сегодня или завтра сделаю маникюр. Вот так распределяю, мои хорошие. Вот так распределяю, распределяю, не буду говорить, не буду много говорить. Так, краска еще осталась, не заканчивается. Представляете, контрольный, контрольный. У меня цвет пепельный. Контрольный, контрольный. На все, на все, на все. На все, на все, на все. И знаете, что? Что надо сделать? Раз уже я начала, нужно вот так вот помассажировать, мои хорошие. Для лучшего эффекта вот эти вот места уже начинают действовать. Реакция здесь, ух, чешется, так приятно. Вот так нужно помассажировать. Массажировать. Ну, и для лучшего окрашивания стилисты рекомендуют окутать голову целлофаном-пакетом или чем-то теплым, косынкой. Ну, я делаю это так. И все. И не холодно. В принципе, у нас сейчас и не холодно, Мерси, но прищепочка. И все. Полчаса я буду так ходить. Вот я и помыла волосы, обработала, значит, их всеми этими средствами. Посмотрите, пожалуйста. Волосы, посмотрите, покрасились, как у меня. Знаете, что мне нужно будет потом попозже купить осветлитель и сделать, покрасить волосы в два этапа. Ну, волосы я, значит, я довольна этими средствами, которые вы видите на экране. И я не пользуюсь утюжком. Ну, вот я накрасила маникюр. Значит, я до маникюра, значит, намазала ногти вот этим средством. Буду лечить свои ногти. Ну, естественно, использовала я вот эти лаки два тона. Наклеила себе такую вот наклеечку еще. Фантазирую. И в завершении, чтобы быстро высушился лак, помазала этим средством. И это бесподобное средство действительно в течение 30 секунд высыхает маникюр. Так вот, друзья мои хорошие, сейчас я сижу, пью турецкий чайок. Ой, кайфую, отдыхаю на диванчике. Ну, что, пока-пока. Если вам понравилось видео, пальчики кверху. Пишите комментарии. А кто не подписан на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok